Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок, меня зовут Русских Иван. Я очень рад, что наши зрители, подписчики канала обращаются к нам как к экспертам, для того, чтобы получить консультацию по симптомам, которые у них возникли на растениях, томат, огурец, другие растения, в процессе выращивания. Иногда бывает очень сложно по внешним признакам, не зная истории теплицы, истории подкормок, обработок, дать какой-то диагноз, но все-таки я очень постараюсь вам помочь и надеюсь, что эти симптомы могут узнать многие на своих растениях и следовать тем советам, которые я сегодня дам. Смотрим. Итак, первый набор симптомов. Томаты. Брызгала три недели назад квадрисом, это такой фунгицид системный, потом ридамилголд, потом сульфат магния. Почему такие листья? Что за болезни? Если смотреть на фотографии томата, то здесь на нижних листьях очевидно видны острые признаки недостаточности калия. Однако, если они возникают на нижних листьях после высадки рассады, это может свидетельствовать о том, что была недостаточность корневой системы. Поскольку на более молодых листьях такие признаки отсутствуют, можно об этом не беспокоиться. Если же на более молодых листьях виден вот этот краевой ожог, как на второй фотографии, и даже некрозы, то продолжается нехватка калия. Здесь надо было обрабатывать не магнием, а именно препаратами калия. Азольный раствор, погашенный уксусом, прочие препараты калия будут здесь очень кстати. И лучше всего сделать корневую подкормку. Также я еще на одном фото вижу листья томата, которые свернуты как бы ложечкой такой, перевернутой такой чашечкой. Это также свидетельствует о недостатке микроэлементов. Как правило, это медь, марганец, ну и другие микроэлементы. Поэтому усиленно рекомендую вам здесь сделать микроэлементную подкормку. Что касается огурца, то вот на последнем фото очень тоже хорошо виден вот этот краевой ожог, как бы сказать, который свидетельствует о недостатке калия. Наверное, было что-то с почвой, какая-то общая проблема недостатка калия у вас. Кроме того, на листьях я вижу повреждения минирующими вредителями, вот эти белесые такие ходы, конечно, с ними надо бороться, сделать мыльно-масляную эмульсию и пройтись по листочкам. Что касается таких повреждений, как бы рваных повреждений, это свидетельствует об аномалиях развития листа, адаптации после посадки. Здесь явно посадка была рассадой, была какая-то механика в процессе роста, развития растений. И это такие вот механические повреждения, которые вот таким вот образом результировали. Здесь, в принципе, нужно делать хорошие микроэлементные подкормки, обеспечить растения как следует калием и все хорошо наладится. Переходим к следующему вопросу. Уже третий год существенно снижается урожайность томатов, похожий на альтернариоз, наверное. Приходится пользоваться сильнодействующими препаратами. Подскажите тактику, как спасти? Да, я здесь вижу некоторые признаки альтернариоза. Альтернариоз также еще называют ранней пятнистостью, потому что она возникает, ну, как правило, это самая первая болезнь, которую можно наблюдать. Почернение жилок, неправильной формы пятна. Ну, первое, что необходимо сделать, хотя я вижу, что у вас есть капельный полив, но все-таки исключить попадание каких-либо брызг, в том числе крупных капель росы на листья. Потому что вот это раннее эрли блайт, раннее пятнистость, как раз альтернариоз распространяется с каплями влаги. Кроме того, необходимо в обязательном порядке дезинфицировать ножницы, если вы ими удаляете пасынки. Потому что у вас в таком случае от одного больного растения разнесется по всей теплице симптоматика вот это заболевание, вы его просто разнесете вместе с ножницами. И самое главное, что необходимо делать, альтернариоз вполне хорошо поддается препаратам на основе синой палочки. Поэтому постарайтесь использовать опрыскивание препаратами синой палочки. И в таком случае я уверен, что если вы начнете обработки буквально от момента высадки рассады на постоянное место, будете каждые 7-12 дней обрабатывать синой палочкой, то проблема у вас это уйдет буквально сама собой. Следующий вопрос касается скручивания листьев. Листья скручиваются. Ну вообще, когда листья скручиваются трубочкой вверх, зачастую это свидетельствует о жаре. На жаркую погоду листья могут скручиваться и не восстанавливаться снова. Есть и другие причины скручивания листьев. Это и столбур такое заболевание, это и вирусные инфекции. Но при столбуре вы также должны продиагностировать состояние ваших и листьев, и стеблей. Они как бы тереневинеют. При вирусных инфекциях верхушка начинает превращаться в такую мелкую, как папоротникообразные листья начинают выдавать. Если этих симптомов у вас нет, то постарайтесь защитить ваши листья от жары. А также смотрите ближайшие выпуски на канале про цветок. Я обязательно дам там специальные рекомендации по защите листьев томата от жары. Тем более, что они очень простые. Что с огурцом? Следующий вопрос. Предполагаю, вирус мозаики. Семи кустов, четыре с одинаковыми признаками. Здесь можно предполагать и вирусное заболевание, безусловно, которое передалось здесь семенами. Но можно и другие заболевания предполагать. Бактериоз тоже таким образом может проявляться. Я вам порекомендую растения в такой фазе заболевания, вот этого аномального развития, уже удалить. Здесь вряд ли чем-то им поможешь. А в дальнейшем делать профилактические, в обязательном порядке профилактические обработки с помощью препаратов сенной палочки. В силу того, что они активны, как в отношении грибных, так и в отношении бактериальных заболеваний. И будем надеяться, что эти болезни вас не коснутся. Следующий вопрос у нас касается картофель. Что за желтые продольные узоры? Обрабатывал бетоксибацелином и все. Эти узоры больше всего похожи. Конечно, хотелось бы более четкое фото без засветки. Но они похожи, как на... Я вижу, здесь есть повреждения колорадским жуком, безусловно. Это вообще какие-то мозаичные узоры. Но на вирусную инфекцию они не очень похожи. Это какое-то функциональное расстройство первых листьев. Может быть, был заморозок, может было похолодание в момент образования первых этих листьев. Большой угрозы они нести не будут, поскольку данный симптом не воспроизводится на более высоких уровнях. В листьях более высокого яруса. По крайней мере, я этого так отчетливо не вижу. Но постарайтесь сделать более четкие фото, чтобы можно было дифференцировать какие-то физические повреждения. То есть, там, солнечные ожоги, еще что-то от каких-то вирусных повреждений. Следующий вопрос касается томатов. Томаты болеют третий год. Осенью применяем серную шашку. В прошлом году полностью поменяли грунт в теплице. Не помогло. Обрабатываю фитоспорином. Нынче хомов. Это бурая пятнистость? Нет, это не бурая пятнистость. Это острая недостаточность магния. Вот такие вот некрозы меджилковые, которые потом превращаются в желтые пятна, которые превращаются в некрозы. Они как раз говорят о нехватке магния. Обязательно подкормите магниевыми удобрениями. Очень подозрительно покрутились листья томата. Что это может быть? Вот такие вот симптомы почернения жилок зачастую характерны для повреждения альтернариозом. А также для острой нехватки фосфора, фосфорных удобрений. Кроме того, такие же симптомы, как я уже сказал, характерны для однократной сильной жары и сухости воздуха. Поэтому следите за грунтом. Хотя я вижу, что грунт более-менее у вас влажный. Все нормально. Но, вероятно, в какой-то момент была жара. А вообще, мне кажется, что им очень сильно не хватает фосфора. Следующий вопрос. Что-то непонятное с томатами. Уже не вирус ли? Что скажете о средстве фитоплазмин? Есть ли надежда? Смотрим на фотографии. Ну, вообще в темноте или со вспышкой были сделаны фотографии. Я вижу темно-зеленые верхушки. И, ну, трудно понять, то ли это фиолетовый цвет листвы и нехватка фосфора, то ли это что-то еще такое. Ну, здесь на самом деле я вижу разную симптоматику. Целый комплекс голодания этих томатов. Ну, можно, конечно, подумать и на вирусную инфекцию. Но вот на этом этапе развития я особо вирусной инфекции здесь не вижу. Я вижу здесь какое-то комплексное голодание по микроэлементам и, возможно, по фосфору. Необходимо сделать хорошие комплексные подкормки. Что касается средства фитоплазмина, то никакого влияния на вирусы он не оказывает. Незачем на это рассчитывать совершенно. Если это вирусная инфекция, то надо удалять растения нещадно. Следующий вопрос. У меня три года подряд гибнут помидоры. Опрыскиваю вовремя, начинаю потолоносить и погибают. Каждый день по четыре растения выкидываю. По стволу идет черная полоса и макушки засыхают. Давайте посмотрим эту черную полосу, эти макушки. Не исключено, что это заболевание, это проявление заболевания столбур. Не исключено. Вам необходимо как следует протравить вашу теплицу и вообще заняться севооборотом. Потому что столбур искоренить очень сложно. Не исключено, что у вас летают по огороду цикадки, которые и переносят этот самый столбур. Постарайтесь сделать севооборот в вашей теплице. Поэтому очень-очень сложно дать какие-то рекомендации по борьбе со столбуром. Я вижу, что есть рекомендации относительно рака, бактериального и электронариозного. Но они проявляются немножечко иначе. Поэтому я все-таки склоняюсь за столбур. От столбура в каком-то смысле помогают такие препараты, как допсициклин аптечный. Но я все равно категорически не рекомендую ими пользоваться. Если только у вас не критическая ситуация. На канале Процветок ролик на эту тему имеется. Огурец. Что с семидолями вредить или нет? Подкормка 5,50, 0. Концентрация вроде бы нормальная. Гомаир под корень. Ну, я вижу здесь повреждения первых семидольных листьев. Какие-то такие вот вдавленности. Это может быть началом проявления болезней. В частности, это может быть началом проявления бактериоза. Вот такие вдавленности характерны для бактериозов. Пожалуйста, воспользуйтесь как следует опрыскиваниями и проливами препаратами на основе сеной палочки. Отдайте предпочтение бактогену, а также гомаиру. И вы им обрабатываете это хорошо. И также аллерину. У них достаточно высокая активность против бактерий. Высадила перцы в теплицу 8 июня. Погода временами была холодной. Перцы приобрели. Вот такие листья. Причем некоторые сорта перцев растут отлично. И только эти имеют болезненные листья желтые. Отпадают. Я здесь вижу, конечно же, дисбаланс питания. Дисбаланс питания бывает двух типов. Он может быть связан с элементарной нехваткой питания в почве. И может быть связан с недостаточностью корневой системы. Поскольку вы говорите о том, что здесь были холода, постарайтесь провести обработку янтарной кислотой, дрожжами. Если вы уверены в том, что почва ваша заправлена нормально, то, возможно, данный сорт, данная партия рассады была с не очень хорошей корневой системой. Она не очень хорошо прижилась. Попала под холодочек. И там просто нужно нарастить как следует корневую систему. У нас есть ролик на канале. Предпримите все меры для наращивания корневой системы. Следующее. После обработки хилатом железа по листу сгорели абсолютно все листья. Даже прожгло плоды. Это было в теплице. Грамм на литр. Какой-то был хилат железа. Хотя и концентрация была уменьшена в два раза. Ну, не исключено, что это какие-то действительно химические повреждения. Для того, чтобы восстановить растения, пожалуйста, проведите обработку янтарной кислотой. Проведите обработку дрожжевым экстрактом. Проведите обработку препаратом Максимун. Это сильные, хорошие адаптогены, которые помогут справиться и, возможно, нарастить дополнительную вегетативную массу. И еще получить маломальский урожай. Следующий вопрос. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, про бобовые черные точки. Верхушка засыхает. Что это такое? У бобов на самом деле очень-очень много болезней. Это может быть и антракноз. Это может быть и шоколадная пятнистость. Бобы требуют очень-очень пристального внимания. Это я вам точно скажу, что это грибная болезнь. Пожалуйста, пройдитесь сейчас медными препаратами. Или пока он еще не цветет, пройдитесь препаратами противогрибковыми. Пройдитесь фундазолом. Пройдитесь какими-то препаратами широкого спектра, которые вам доступны. Это грибковые заболевания. Можно даже медными препаратами пройтись. Тоже будет вполне хорошо. Здравствуйте. На листьях появились коричневые пятна, штрихи между прожилками на молодых листьях. На старых нет. Кусты растут не рядом. Вообще такое впечатление, как будто здесь был какой-то немножко химический ожог. Впрочем, это могут быть признаки начала альтернариоза ранней пятнистости. Пожалуйста, проведите обязательно профилактическую обработку препаратами синой палочки. Как правило, это помогает. Добрый день. Сегодня на мульче обнаружил беловато-кремовый налет. Что это может быть и стоит ли с этим бороться? Это, конечно, какие-то плесневые грибы. Больше всего они похожи на белую гниль, на склеротиню. Она может развиваться вот так вот сапротрофно. Ну, то есть, на сухих каких-то остатках. Этим опасно мульча без обработки триходерма. Я не устаю повторять. В роликах неоднократно повторял. Все пишут. Ай, вот 20 лет там мульчирую, ничего не происходит. Не происходит до тех пор, пока склеротиня белая гниль или серая гниль или еще там фузариозы не заселятся в вашу мульчу. Поэтому обязательно проведите обработку препаратами триходерма. Они с этим неплохо справляются. Здравствуйте, у меня уже второй год пропадают томаты. Жалко ожиданий и своего труда, ведь рассаду выращиваю сама. Все начинается с темных полос на стволе, переходит на черешки, макушку, она вянет, куст пропадает. Срез чистый, обработала порошком триходермина. Вчера выбросила два куста, корни хорошие. Третий выбросить стволы с повреждением. Ну, вот это очень тоже похоже на повреждение столбуром. Мы о нем уже говорили, об этих черных полосах на... Ну, хотя здесь немножко симптоматика другая, чем у столбура. Я здесь, кроме того, вижу увядание. И если у вас срез чистый, действительно чистый, можно подозревать здесь... Ну, не знаю, ставили ли вы его стаканчик и смотрели, вытекает ли оттуда какая-нибудь неприятная жижа. Но я даже здесь склоняюсь к бактериальным инфекциям, к бактериальному увяданию, к бактериальному раку даже. Поэтому это требует всего того комплекса ухода за теплицей, о котором мы говорили. Это протравливание осенью, это обработка триходермой почвы весной, это закладка в лунку триходермы, это обязательная обработка сеной палочки. Для того, чтобы убрать и возбудителей грибных, и в том числе подобного рода бактериальных инфекций. По-моему, в прошлом году у нас подобного рода ролик, симптоматика уже была. Это вирус, следующий вопрос, или перегрев корневой. Второй год, такая ерунда, начинается с натуплением жары, рассаду врачу сама. В прошлом году мульчировала в этом, еще нет, а картина один в один. Что делать? Вот такие вот перетяжки с такими черными полосами. Я склоняюсь к тому, что это, давайте посмотрим на срез. Вот видите, уже очень хороший продвинутый пользователь, который нам показывает срез. Срез более-менее чистый, там немножко есть повреждения земля, это не считается. Но вот эти вот пустоты, которые образуются внутри, дают мне возможность говорить о том, что это грибное повреждение, скорее всего, это фузырезная инфекция, фузырезное увядание. Пожалуйста, работайте препаратами триходермы и работайте препаратами сенной палочки. Обязательно проливайте рассаду в момент пересадки и после этого несколько раз с перерывом в неделю. Кроме того, конечно же, что я здесь еще вижу интересного, корневая система белая, хорошая, более-менее нормальная, сильных повреждений нет. То есть, скорее всего, что это именно где-то в зоне, посмотрим, в зоне корневой шейки шло внедрение и пошло вверх по стволу. Вот, пожалуйста, предпримите вот подобного рода меры. Но это не вирус точно. Стали погибать огурцы, вянут и падают апрельские растения, вновь посажены на постоянное место. Внутри стебля копошатся мелкие червячки. Что это излечимо и чем? Я так подозреваю, что это не червячки, это личинки. И думаю, что это уже вторичные личинки, это вторичное заражение. Первичное заражение было корневая-прикорневая гниля, а затем туда пришла ростковая муха и сделала там повреждение. Вот такого вот рода. Жалко, не видно. Ну, если апрельские, так уже с листьями и плодами должны быть растения. Может, это даже не ростковая муха, но это точно какая-то муха. И я все-таки склоняюсь, что это муха вот эта, это вторичная проблема. Первичная – это корневые-прикорневые гнили. Как с ними бороться? У нас есть ролики на канале про цветок. Ну, конечно же, триходермой и опрыскиваниями, а также проливами сеной палочкой. Это весьма универсальный способ. Это же препараты широкого спектра действия. И действуют на очень широкий спектр всевозможных патогенов. После зацветания второй-третьей кисти томатов на лепестках цветков на краях появляются темные пятна. Потом распространяются дальше, часть цветков отпадает, опрыскивала буром не помогает. Давайте посмотрим эти пятна. Эти пятна больше всего похожи для меня на серую гниль, на повреждение серой гнили. Вам в обязательном порядке необходимо наладить хороший такой воздушный режим в вашей теплице, хорошее проветривание тщательно, а также угадайте опрыскивание чем, конечно же, препаратами сеной палочки. Бор здесь, конечно, не поможет, потому что это инфекция. Следующий вопрос. Появились темные пятна на одном из гибридов в теплице, на других томатах такого не наблюдается. В теплице семь разных гибридов. Вчера не было пятен, сегодня появились. Такие пятна... Сейчас еще посмотрю. Такие пятна могут быть характерны. Ну, смотрите, у них нету ореолов желтых. Нету желтых ореолов. Единственное, на что можно подумать, это на какой-нибудь альтернариоз, если говорить об инфекции. Но я все-таки склоняюсь... Ну, а были ли какие-то опрыскивания? Может быть, он более чувствителен к препаратам меди? За несколько дней до высадки проливался триходерма, опрыскивали сеной палочки, ничем не удобрялись. Ну, вы знаете же, я вам хочу сказать так. На инфекцию это не похоже. На световые подгорания на каплях это тоже не похоже. Ну, на голодание какие-то тоже не особо похоже. Может быть, какая-то индивидуальная реакция этого гибрида, именно раз это только на этом гибриде появилось. Ну, слушайте, бывают даже такие случаи, как аутонекроз. Когда из-за генетического дефекта при определенных условиях, там слишком жарко или холодно, начинаются вот такие вот аутонекрозы. Я думаю, что вам достаточно обработать с поддерживающими, стимулирующими препаратами, Мексамон, дрожжи, энтарная кислота, ну, то есть, весь наш арсенал. Следующий вопрос про огурец. Что случилось, чем лечить? В открытом грунте на шпалере укрытым материалом укрывается. Погода плюс 30, полив капельный регулярный. Ну, с одной стороны, можно было бы предположить, что это уже начало пероноспороза. И вообще, ага, а вот эти пятна уже больше, вот больше я уже, вот в Таруси, здесь, о, вот это вот, смотрите, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, седьмое и восьмое фото, это мишени видная пятнистость. Мишени видная пятнистость. Это грибное заболевание. На первом, втором, третьем и четвертом фоне фото, я бы сказал, что это начало пероноспороза. На пятом фото, я бы сказал, что это уже бактериоз здесь. Дальше опять мишени видная пятнистость. Здесь опять пероноспорозик. Здесь бактериоз. Здесь опять что-то на обратной стороне. То ли пероноспороз, то ли мишени видная. Надо посмотреть. Ну и здесь какое-то начало пероноспороза. Я вам хочу сказать, что у вас там какой-то просто букет болезней. Просто мечта фитопатолога. Вам надо наладить очень-очень хорошую защиту растений. Просто такую очень мощную защиту растений. Иначе вы просто весь свой огуречник потеряете. Регулярная-регулярная обработка препаратами синой палочки вас может быть и спасет. Следующий вопрос. Добрый день. Помогите, пожалуйста, произвести проблему моих помидоров. Как можно помочь? Я вижу некрозы без ареолов. Вот на первом фото. Очень похоже на раннюю пятнистость. На альтернариоз. Плюс краевые некрозы. Я все-таки считаю, что это инфекция. И инфекция уже достаточно хорошо развита. Вам здесь надо предпринимать уже какие-то мощные обработки. Потому что здесь есть комбинация калийного голодания. Но понимаете, как если они на верхних листьях уже образуются. Вот на втором фото это калийное голодание. Точно. Калийное голодание. А вот эти верхушки, на верхушках, это уже не калийное голодание. Это уже какая-то инфекция, я вспоминяюсь к альтернариозу. Вам надо дать здесь очень хорошие подкормки. Голодание здесь безусловно есть. И обязательно обработка сеной палочкой. Вы обрабатываете аллерином. Надо проверить жизнеспособный ли он. Точно ли он живой. Ну, если живой, может быть поменяйте препарат, поменяйте производителя. Что с томатами и как им помочь? Не в фокусе эти симптомы. Это могут быть симптомы как бактериального рака. И скорее всего это инфекция клавибактора. Это очень опасная инфекция, бактериальная инфекция. Попробуйте обрабатывать препаратами на основе сенной палочки. Обильно, регулярно, прям каждые 3-4 дня обрабатывайте. Потому что если это пойдет широко по теплице, будет целая проблема. Но вообще эта проблема очень серьезная. Здравствуйте, помогите, пожалуйста, определить, что это за проблема с помидорами. Ну, такое впечатление, как будто бы им остро-остро-остро не хватает фосфора, если только они не находятся в фазе. То есть, если им не холодно, потому что при холоде такое бывает. Ну, и верхушки могут быть сиреневыми в том случае, если растения очень-очень хорошо. Но я не вижу здесь очень-очень хорошо, потому что я признаки голодания здесь вижу. Вижу признаки голодания. Поэтому и такие более бледные, блеклые, такие сизые листья. Сделайте хорошую, замечательную, комплексную подкормку. Следующий вопрос. Что происходит с малиной и розой? Вянут и чернеют макушки малины и бутоны роз. Ну, на розах вянут. Это серая гниль. Очень похоже на серую гниль. Предпримите меры по борьбе с серой гнилью. И на розах можно сделать обработку с помощью медсодержащих препаратов. И здесь на малине я также вижу симптомы серой гнили. Пожалуйста, бодрите, сделайте тотальную обработку всего вашего сада медсодержащими препаратами. И через недельку заселите туда как следует сенную палочку. И все у вас будет хорошо. И все наладится. После затяжных дождей наступила жара плюс 30 в тени. Появилось, я обработала через 2 недели мыльно-масляные эмульсии. Трижды через 7 дней. БТБ плюс липидоцит. Один раз световерн. Появились коричневые липкие пятна. Такие коричневые пятна. Ну, я вижу здесь повреждения различных болезней. Нескольких болезней. Это тоже грибковая болезнь. Надо очень активно обработать уже сейчас препаратами медными. Медными препаратами. Потому что это грибковое заболевание. Оно здесь не... Здесь разные грибковые заболевания. Они вас атаковали. Пожалуйста, обработайте как следует. Я даже не исключаю фитофтороз. Что с ежевикой? Обработала железный медный купороз, лимонная кислота, дрожжи. Что дальше делать? Ну, не исключено, конечно, что она здесь немножко подгорела. Не исключено. Может быть, на яркий солнечный свет. Может быть, концентрация где-то крепковата была. Знаете, ну, вот не надо думать, что если погуще обработать, то будет лучше. Вы должны обрабатывать до очень-очень легкого увлажнения. Вы этого увлажнения практически не должны видеть. Должна быть очень мелкая капля. А у нас же любят обрабатывать, чтобы по листьям текло в надежде, что очень хорошо поможет. Здесь я могу порекомендовать дрожжи, янтарная кислота. Максимум поддерживающие, адаптирующие препараты. Она еще восстановится. Ничего страшного. Что с моей ремонтантной малиной? Посаженные прошлой осенью бордовые листья на верхушках. 1 июня я поливал зеленым удобрением. 6 июня я обработал препаратом прогноз от болезней. Надо сейчас внимательно посмотрю. Такое впечатление, как будто здесь был холодочек какой-то. Ну, вообще для малины могут... Здесь, конечно... Ну, бывают такие фиолетовые листья, когда малина растет очень активно. Очень сильно, очень активно. Ну, инфекции я здесь не вижу. Здесь какой-то стресс у вас был. Вам надо подумать, какой у вас был стресс здесь на растении. И поработать адаптирующими препаратами. Дрожжи, янтарная кислота, комплексные подкормки. Ну, зеленым удобрением поливали. Дефицитов вроде не должно быть. Ну, сделайте микроэлементные подкормки. Каких-то серьезных инфекционных признаков я здесь не вижу. И еще одно фото, даже два с симптоматикой. Что за заболевание на сливе и как с ним бороться. Это заболевание легко узнаваемое. Это клястероспориоз. У нас есть на канале Процветок видео на эту тему. Пожалуйста, посмотрите и прислушайтесь к нашим советам. Что ж, видите, очень много симптомов, очень много проблем. И надеюсь, что я вам помог немножко их решить. Обращайтесь, присылайте свои фотографии на портал процветок.ком. Мы всегда будем рады вам помочь. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok